Всем привет! Перед просмотром данного ролика хочу напомнить, что на моем канале вы можете найти очень много информации по тому или иному герою или в общих чертах об игре. Роли, гайды, фишки, все это вы можете найти на моем канале. Рекомендую подписаться и быть в курсе. На моем канале часто проходят розыгрыши на фрислоты и капсы. К тому же, каждый вечер игры с подписчиками, где вы можете проявить себя и показать свой уровень игры. И соответственно, хорошо провести время в приятной обстановке моего стриминга. Буду рад каждому, ребят. Заходите. Тема сегодня будет подниматься такая. Что такое мид? Какие фишки важно знать на миде? Что должен делать мидер и залог успешного мида? Также поднимем вопрос о видах персонажей, которые хорошо подходят на эту линию и с легкостью могут овнить, выходя с этой линии. Что же, так как речь сегодня пойдет о серьезной и немаловажной роли в игре, а именно о второй позиции, от которой, как правило, зависит 50-70% игры, хочу пояснить несколько моментов вам. Мид — это центральная линия, где два игрока борются за получение максимального доминирования друг над другом с последующим выходом с линии в ганге на другие боковые линии для дальнейшего агрессивного давления на своих оппонентов. Мидер получает больше всех экспы на карте, так как стоит соло. Соло — значит один. Лично я считаю, что условия на миде игроков разные, хотя должны быть одинаковые, ведь за сторону центов есть возможность буквально в двух шагах стакнуть себе крипов, а у игрока с коржей, к сожалению, такого удобства нет. На мид должны идти герои, которые требуют много экспы, например инвокер, или же имеют ранние пик формы, такие как хускар, пугна, копан, ну или же классический эсэф. Что следует знать, когда идешь на мид? Тут разберем несколько моментов. Первый момент — это стоппинг крипов. Второй момент — позиционка на миде. И третий — это начальный закуп плюс тайминги предметов. Все мы знаем, что опытные игроки всегда стопят крипов, чтобы иметь более удобные условия для ласт хита и возможности добивать каждого крипа, стоя на хай граунде, и не имея промахов, которые мы получаем стоя в лоу граунде. Не говоря уже о вижене. Как правило, стопп крипов имеет смысл со второй и далее патчей крипов, так как мидеру всегда обязаны оставить монетку до выхода крипов, которая даст хорошее преимущество на миде в размере половины первого уровня, плюс небольшой буст золота. Но если мы успеваем чуть проблочить крипов, то это хорошо. Важно в этом моменте иметь понимание того, что тут нужно максимально четко все сделать, чтобы энеми крипы не засуицидили саптавр, поэтому стоппинг крипов должен быть в меру. От стоппинга крипов зависит наша позиционка. Тут ситуация может разыгрываться так. Или мы стоим с хай граунда и спокойно работаем, разминая энеми мидера, попутно выфармливая, либо мы оба стоим на хай граундах, когда крипы находятся в лоу граунде, или же самая для нас невыгодная ситуация, когда наш герой стоит в лоу граунде и имеет промах в добивании 30%. Если мы стоим в невыгодной позиции, то тут нужно работать на переагр крипов, тем самым пытаясь выровнять линию под наш хай граунд. Переагриваем крипов по дефолту. Кликаем на вражеского героя правым кликом мыши для атаки, или же через кнопку А левым кликом мыши, и крипы успешно срываются и бегут за нами. Это именно то, что нам необходимо. Не стоит забывать про то, что находясь близко к чужому таверу, мы очень сильно подвергаемся нападению с любых сторон. Саппорты могут нанести удар в любой момент, поэтому важно следить за картой и держать свою безопасную точку на центре. Очень часто бывает так, что когда на линиях не видно саппортов, это не значит, что они могли выехать к вам на ганг. Тут можно немного схитрить и подсмотреть уровень вражеской четверки и пятерки. Если он через определенное время повысится, то скорее всего саппорты делают отводы и находятся вдалеке от центра. Но нельзя исключать того момента, что может была активная руна и в худшем для нас раскладе инвиз. И саппорт ожидает действия, стоя в инвизе у нас под носом. Начальный закуп на центральную линию зависит напрямую от персонажа. Если вы идете мид на метовом 85-й карте алхимики, то в приоритете топорик, щиток, хилочка и запуленный вард, плюс один тангуз от наших саппортов. Если на вокере, то можно в рейсбенд или нулик, если вы не любитель аквилл. Закуп мидера в начале всегда варьируется в зависимости от героя и контрпика героя. Например, я на пугне беру две ветки за 50 и выхожу в фастботл. Из третьего левела начинаю спамить бластами по тавору, предварительно таская кларити и купив сапог для более лучшей мобильности и для контроля рун. Переходя к таймингам предметов, предлагаю разобрать закуп моего инвокера. В идеале брать медас на 4-5 минуте. Это примерно 2 кголды. Далее я выхожу в фастовый аганим, предварительно взяв сапог и принося пару расходников. Тайминг аганима должен быть примерно 13-14 минута, ну это примерно 7 кголды. Далее примерно через 2 минуты даггер и игра по идее уже не должна приносить вам никаких сюрпризов, ведь имея лучшие тайминги предметов, вы сможете с легкостью начать давить оппонентов. Я лично начинаю жестко давить с появлением даггера, попутно пиная лесок или снося какую-нибудь вышку на определенной линии. Опять-таки повторюсь, закуп всегда может меняться на макро понимание. Если вас жестко давят, то стоит взять ранний сапог вместо медаса, или же уплотниться для большей стойкости, купив те же стики. Итак, что же обязан делать мидер? Мидер в идеале обязан проявить доминацию над вражеским мидером во всем. Экспа, золото, скриш, айтемы и стабильные ганги других линий, благодаря которым мы ускорим подъем нашего керри в пик формы с последующим включением в игру уже для максимального давления на врагов. Ганг должен проходить исходя из нашего уровня или же активной руны, но покидать мид ради ганга на третьем уровне, потому что вам пишут Эээ, мидер, где ганг? Не стоит этого делать. Мы обязаны поднять в идеале шестой, восьмой уровни и далее, имея какие-то стартовые артефакты, боттл, стик, пт и нулик, например на копе, мы можем смело идти в ганг. Ганги производятся следующим образом. Или же мы заранее подготавливаем ТП на какую-либо сторону, чтобы создать эффект неожиданности. При этом важно выйти на мид, показаться и резко отойти в зону, где нас не видно и сделать ТП. Или же пойти на руну и сыграть от нее. Все зависит от нашего мышления. В доте главное перехитрить врага и подловить его на ошибках. Касаемо успешного мида, стоит знать несколько фишек. Ластхит крипов, стаки леса, слежение за картой и хороший ганг. Ластхит позволит выиграть мид в уровне и золоте. Стаки в лесу, которые можно сделать, позволят также улучшить наш уровень и золото. Слежение за картой позволит испортить ганг вражеских оппонентов. Ну и наш отличный ганг в какую-либо линию улучшит общее положение на какой-либо из этих линий. Но есть одно но. Фармить на миде также можно, игнорируя ганги других линий, если это нам необходимо. Я, например, в играх 1х9, если обе линии просели, стараюсь выфармить как можно быстрее значимый айтем и начинать возвращать команду к игре. Ничего зазорного в этом нет. Все это формируется с опытом и улучшением макро понимания игры. Очень важно оказываться в нужном месте и в нужное время, если это необходимо. И сможет принести больше плюсов, нежели минусов. Что ж, самое простое, что может быть в понимании, это виды мидеров. Разберем сначала самых жадных. Эти мидеры, как правило, стоят на миду довольно долго. Они зависимы от уровня и золота. Тинкеру нужны травела, которые он может долго фармить, попутно захватывая лес. Алхимику нужен армлет с радиенцем. Ну а медуза, я вообще промолчу, ей богу. Большой крип, который бесполезен без уровня и без определенных предметов. Универсалы в миде намного симпатичнее смотрятся, нежели остальные. Но в отличие от первого типа, от жадных, пик формы этих мидеров очень ранний и количество ресурсов требуется ими, по минимуму, чтобы начинать душить. Как правило, им нужен только уровень и в принципе это все. Ну, имея 7 левел на эсэфе и сапог с ботлом, можно с легкостью внести 1 ка урона, дав 3 койла по врагам. Тут даже айтемы особо не нужны. Агрессивные мидеры. Чем-то похожи с универсалами, но давление агрессоров с миды значительно сильнее. Представим Хускара или Тужелину. Имея ранний ЛВЛ, они могут просто разнести всю карту. При этом, стоять в миду на них значительно легче. Так как тип персонажа агрессивный и загнобить вражеского оппонента на миде не составит труда. При этом, на раннем пике формы идти в ганг и с легкостью убивать 1-2 героев с дальнейшим накатом продолжения овнинга свойственно данному типу. Что ж, в общем все. Вторая позиция для вас должна быть хоть немного, но и сна. Вся та информация, которую я вам дал, позволит вам понять центральную линию немного лучше и улучшит свое макро понимание на данной позиции. Ластхите крипов, держите позиционку, по возможности стакайте себе лесок во время отхода за руны или когда линия сильно запушена, и все будет у вас отлично. Не стоит забывать, что если мысливая мид, то в этом ничего плохого нет, но и хорошего в принципе тоже. В идеале, мы должны помнить и знать свой предел скилла. И если не уверены в себе, то лучше отдать центральную линию тому, в ком вы уверены. Данные суждения могут складываться на контрпиках героев, а не на статистике в профиле. Цифры в профиле почти ничего не скажут, ведь хороший понимающий игрок может и не иметь лучших статистик, но иметь хороший макро или микроскилл. Да-да-да, я уже вижу челов с КДА 1.3 на миде. Ребят, у кого КДА ниже 3.5, советую в мид не идти. При этом КДА 3.5 должно быть сложено не из 5-10 игр, а как минимум из 50. На этом я закончу данный видеоролик. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Обязательно ставьте лайк, если хотите поддержать то, что я делаю для вас. А лучше подписывайтесь и проводите время с пользой. С вами был ваш любимый, уважаемый, наверное, понимающий Азес. И всем до скорой, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok